Приморская столица – город с большой историей. Какие тайны хранит самая старая часть города? Особая черта характера Владивостока – его порт. Когда этот город на воде окутывает ночная мгла, на судах, причалах и портовых кранах зажигаются мириады огней. Вуаль, сотканный из разноцветных светлячков, легким одеялом накрывает спящий город и тает лишь в вишневой утренней дымке. Когда большие грузовые и промысловые суда после долгого рейса возвращаются домой, они, радуя встрече, приветствуют родную гавань Владивостока долгим гудком. Наш город – не только восточные морские ворота России. Здесь же начинается и Великая Транссибирская магистраль – самая длинная железная дорога во всем мире. Не окно, а скорее лента транспортера в Европу. Поэтому так тесно соседствуют во Владивостоке обе отправные станции дальнего следования – здания железнодорожного и морского вокзалов. Здесь же перекрещиваются многочисленные воздушные трассы. Удивительно, но Владивостоку всего 161 год. Основанный на неисследованных землях вдали от обжитых мест, как военный пост, Владивосток всегда привлекал энергичных и предприимчивых людей не только из России, но и из других стран Тихого океана. Именно улиц воплощают собой некую нерукотворную историю. Проследить за настроениями эпохи, узнать о трендах того или иного времени можно по динамике переименования улиц или названию вновь отстроенных кварталов. Принципы топонимики в нашей стране приблизительно одинаковы для всех регионов. Существует несколько основных методов, на которые городские власти обычно ориентируются, когда дают улице то или иное имя. Прежде всего, это ориентация по географическому принципу. Достаточно ответить на вопрос, куда ведет эта дорога. Например, в Хабаровске есть Воронежское шоссе, дорогу, которую местные обозначают просто Воронеж, ведет к селу Воронежская-1. В Петропавловске-Камчатском Халатырское шоссе соединяется с Восточным шоссе, а оно, в свою очередь, уже за городом переходит в трассу с названием «Дорога на Халатырский пляж». Понятно, чем она заканчивается. Одна из первых улиц Владивостока называлась Прудовая, поскольку в том месте пролегала за пруда. Улица лежала внизу, у моря и собирала все воды с ближайших сопок. Когда город был только построен, он испытывал проблемы с питьевой водой, и это место было точкой жизни. Горожане ходили туда за водой, и название это обозначилось в их головах само собой. Затем, когда Владивосток начал расти, улица примыкала к пристани, и поэтому ее переименовали в Петра Великого. Географическими ориентирами служили и другие точки на карте – городская больница, школа, типография. Так, соответственно, появились улицы Верхнепортовая или Дальзаводская по названию местного завода. Случается и недоразумение. В Биробиджане на школьной улице никакой школы уже нет, ее закрыли в 2010 году. Другой важнейший принцип – кастовый. Топонимика формировалась согласно социальным пластам, и этот принцип соблюдался всегда – и в царской России, и в годы советской власти. Когда во Владивостоке формировался район, где селились железнодорожники, улицы там были названы Тормозная, Колесная, Паровозная, Рельсовая и Шпаловая. В районе Матросской Слободы было 8 матросских улиц – от 1 до 8. 13 рабочих улиц было в Рабочей Слободе. В районе Чуркина встречаем улицы Народно-трудовой деятельности, Кооперативная, Трудовая, Гоголя, Некрасова, Толстого, Чехова и другие писательские улицы также расположены в одном районе города. Еще один метод – ассоциация по внешнему виду. Например, Большая в Хабаровске также называлась главная улица Благовещенска до ее переименования в Ленина. Миллионка – один из старейших районов Владивостока. Название это никогда не было официальным, оно появилось в конце 19 века в разговорной речи. Миллионкой стали называть стихийно возникший китайский квартал. Старая миллионка была веселым и жутким местечком, считалась бандитской республикой, особым миром, своеобразным государством в государстве, со своими законами. До 1930-х годов в этом районе были всевозможные лавочки, харчевни, ремесленные, опиумные притоны и курильни, и горные дома. В лабиринтах миллионки чужак мог заблудиться, заходить сюда было опасно, а контрабанда, рэкет, криминал были обычным делом. Но свой всегда находил тут приют и доступные развлечения за небольшие деньги. Существует две версии происхождения названия миллионки. Согласно первой, миллионщиками местные прозвали обитателей здешних трущоб – китайцев, корейцев и японцев – из-за их бедности. По другой версии, это имя пошло от словосочетания «миллионный двор». Так, из огромного количества жителей называлось здание «Муравейник» по Семеновской, где в начале века размещались несколько тысяч неприхотливых китайцев на нарах два яруса. Район миллионки расположен в самом центре Владивостока. Он ограничен улицами Семеновской, Олеутской, Пограничной и Адмирала Фокина. Низкие двух- и трехэтажные кварталы миллионки из красного кирпича известны закрытыми дворами-колодцами, арками, балконами, лестницами, выходящими во дворы, теснотой и запутанной сеткой проходов и тупиков. Это место по сей день походит на город в городе. Многие сравнивают ее с московской хитровкой. Миллионка возникла в 1870-х годах, когда в районе Семеновского Покоса возле рынка начали селиться китайцы. Изначально они сами строили фанзы, деревянные жилища и сено и дерево, и район несколько раз сгорал до основания. В конце XIX века, начале XX веков, миллионку в целях экономии застраивали все так же плотно, но уже в кирпиче. Вероятно, близость Семеновского рынка определила судьбу миллионки. К тому же рядом с рынком была еще и пристань. Заплывающие моряки, контрабандисты и торговцы часто искали приют в переулках миллионки. Собственники домов сдавали квартиры в наем, либо хозяева участков позволяли строить на своей земле жилые дома и не подозревали о дальнейших изменениях. Местные жители делили комнаты фанерными перегородками на помещения по 4-5 квадратных метров и возводили в них двухъярусные кровати. Там же устраивали спальные места прямо на полу. В итоге плотность заселения была очень высокой. К 1913 году китайские кварталы Владивостока насчитывали 50 тысяч человек. Вот как описывал кварталы миллионки один из современников. Всем известно, влияние кабаков на русский люд вообще. Но еще хуже кабаков влияют на инородческое население, и горные дома, и заведения для курения опиума. Тех и других в городе около 40, часть из них содержится тайно. Подходя к таким заведениям, вы уже чувствуете их специфическую атмосферу. Кругом фанзы, где помещаются эти притоны, в особенности у входа в них в большом количестве гниют кухонные отбросы и человеческие выделения. Войдем сначала в горный дом. При входе же вас охватывает такое зловоние, что вы вынуждены зажимать и нос, и рот. В комнатке весьма низкой, грязной и наполненной китайцами полумрак. Маленькие тусклые стекла окон очень мало пропускают свет. Играющих несколько пар. Одни сидят за столиками, другие на лавках. Кругом тех и других зрителей, тоже китайцы. Пробыть в этом вертепе возможно только минут 10-15. И то с насилием над собой. Только в 1936 году за четверо суток район миллионки очистили силами НКВД. Ликвидировали 97 опиумных курилин, задержали 800 преступников. Остальная масса китайцев без паспортов разъехались по краю или вернулись в Китай. В 1939 году после санитарной очистки района его передали советским организациям и заселили. Полуподпольный статус миллионки – это название муниципалитет никогда не фиксировал официально как улицу или район – позволил кварталу сохранить свое имя и по сей день. Иная судьба у старейшей улицы Владивостока – Светландской. Светландская – очень необычное имя. Где еще найти такой город, чтобы главная улица была названа женским именем? Да и в русских святцах нет имени Светлана. В царской России даже действовало распоряжение Святейшего Синода не называть детей именем Светлана. Имя стало популярным лишь после революции. Владивосток начинался со Светланской. Это была первая улица нового поселения. Тогда город был почти незаметен с моря. Немногочисленные беспорядочно разбросанные дома терялись среди зелени. Главной транспортной артерией Владивостока была прибрежная песчаная полоса, а местные пользовались протоптанными в лесу тропинками. Позже в густом лесу, где жители строили дома, прорубили просеку. Первое имя улицы – американская – оставило напоминание о кораблях, которые заплывали в дальневосточные бухты, когда они только стали российскими. С 1857 года «Корвет Америка» активно участвовал в освоении восточных берегов России. В 1859 году Муравьев-Амурский прибыл в пролив Босфор-Восточный и принял решение основать в этом месте порт Владивосток. Поэтому, согласно первой версии, именем «Корвета Америка» назвали не только улицу во Владивостоке, но и открытую им бухту, которая потом стала находкой. Но есть и другая, более логичная версия. На берегу Владивостока русско-американские компании держали свои склады. Владивосток, пользовавшийся привилегиями беспошлиного ввоза и вывоза товаров с 1862 года, притягивал к себе предпринимателей всех стран. Как отмечали современники, большинство земельных участков на рождающемся городе принадлежало иностранцам, в том числе так называемым американцам, то есть всем выходцам из Америки. К концу 60-х годов позапрошлого века самыми популярными постройками на этой улице были гостиницы с рестораном Генри Купера, салон и торговая фактория братьев Карла и Оскара Смитов, лавка Джона де Фриза, пекарня Ота Рейна. Все они родом из североамериканских Соединенных Штатов. Американской улице была недолго. В 1873 году во Владивосток на фрегате Светлана прибыл великий князь Алексей Александрович Романов. Впоследствии он был назначен главным начальником флота и морского министерства. Алексей Александрович активно помогал Обществу изучения Амурского края, первой общественной организации Владивостока и созданному при обществе музею. В честь визита особой из императорской семьи жители Владивостока переименовали одну из городских сопок в Алексеевскую, а именем фрегаты назвали центральную улицу города. Во времена его визита наш город был просто отдаленным поселением, и великий князь вдохновил жителей. Его визит был по-настоящему удивителен для здешних людей. Алексей Александрович не только пообещал горожанам, что они будут жить в прекрасном городе, но и много сделал для жителей Владивостока, и после того, как он покинул город, они сами подали идею переименовать улицу. То, что именно Светланская стала центральной, краеведы объясняют ее удачным местоположением. Город рос вдоль бухты Золотой Рог. В 1924 году Светланскую переименовали в улицу товарища Ленина, или просто Ленинскую, а в 1992 году ей вернули прежнее историческое название. В советские годы также был переименован центральный район города. Он и сегодня называется Ленинский. В итоге главная улица главного самого большого района Владивостока называется Светланская, а сам район Ленинский. Если исходить из чистоты переименований и их причин, американская Светланская Ленинская стала одной из самых политизированных улиц Дальнего Востока. Владивосток – морской город, и морская тема здесь представлена широко. Одна из центральных улиц, Алиутская, названа по имени шхуны Алиут, матросы которой построили много городских зданий. Также известна улица Шефнера, названная в честь Алексея Карловича Шефнера, капитана транспортного судна Манжур. Множество улиц названы именами капитанов, офицеров, матросов и героев разных войн. Китайская улица Китайская улица не такая официально представительская, как Светланская, но она – важная часть истории Владивостока. Здесь располагалось множество магазинов, одних только японских было больше 50, в том числе ювелирные салоны и фотоателье, доходные дома и гостиницы. В одном из первых проектов Владивостока от 1868 года, разработанного землемером Любенским, улица Китайская начинается от устья реки, что впадало в Золотой Рог в районе бывшей купеческой пристани, и заканчивается на пересечении с улицей последней, ныне Уткинская. Тогда она была отнюдь не такой ровной, здесь был большой овраг, канавы, а также улицу пересекали две скалистые сопки. В 1875 году Комитет по благоустройству городской думы Владивостока принял решение о выравнивании улиц Китайской и Семеновской. Были засыпаны овраги и канавы, срыты две сопки, а в руслах больших речек они текли по оврагам, проложены водосточные коллекторы между Семеновской и Фонтанной. Затем улицу замостили брусчаткой, проложили рельсы и пустили трамвай до первой речки. Правда, ходил он по Китайской всего 18 лет. Уж больно крутой оказалась улица, а трамвай часто сходили с рельс. В 1935 году Горкомхоз принял решение демонтировать пути на Китайской. Как же Китайская улица стала частью Океанского проспекта? История проспекта в нашем городе началась после русско-японской войны, когда царское правительство убедилось, что вкладывать деньги нужно в те города, которые находятся на территории России, а не такие отдаленные анклавы, как порт Артур. Во Владивостоке пошли более серьезные казенные средства, и землемиру Николаю Старожилову заказали новый план развития города. К этому моменту Владивосток обзавелся множеством слободок – рабочей, первореченской, голубиной. План Старожилова предусматривал разделение улиц на три категории – магистрали, как Светландская, Алиутская, Китайская, торговые и транспортные, как Пушкинская или Фонтанная, и жилые. А также соединение всех слободок в единый жилой массив. Сделать это предполагалось с помощью радиальной лучевой системы прокладки улиц. Некоторые из таких улиц, расходящиеся лучами от круглых площадей, назывались проспектами. От въездной площади в районе нынешнего кольца инструментального завода шли проспекты – Николаевский, ныне Партизанский, Северный, сейчас Остряково, Центральный – проспект Красного Знамени. Океанский проспект шел к железной дороге на Первой речке. Именно его в 1964 году Горсовет решил объединить с улицей Китайской и считать ее началом Океанского проспекта. Одно из первых зданий на Океанском проспекте – дом Лангелетье. Иоганн Михайлович был известным предпринимателем. Его торгово-промышленная компания занимала третье место после Кунст и Альберс, и Чурин, и Касьянов. Торговая фирма Лангелетье делала упор на продажу хозяйственных изделий из металла – от иголок до ведер и мануфактуры. В доме на углу Светландской и Китайской семья Лангелетье не жила. Их резиденция находилась на улице Миссионерской, сейчас Лозо. Сейчас там, в сильно перестроенном доме, находится коррекционная школа-интернат. А на углу Океанского проспекта базировались контора торговой фирмы Лангелетье и большой магазин. Дом Лангелетье многое пережил. Например, в пору Первой мировой войны, к тому времени Иоганн Михайлович уже умер, и фирмы управляли его вдова Елена и управляющий Георгий Толли. Фирма попала под антинемецкую компанию, несмотря на то, что ее владельцы официально были подданными России. На торговый дом были наложены аресты счетов. Часть служащих германских подданных была выслана из России. Интересно, что аж до 1936 года семья Лангелетье, подавая иски в суды самых разных инстанций, удерживала за собой право собственности на этот дом. И только в 1936 году горсовет выкупил его у семьи за 400 тысяч рублей. Интересна и история, связанная с домом Демби. Семья Георга Демби шотландца по происхождению в нем не жила. Они жили в здании рядом, а дом Демби в архивных документах именуется как здание гостиницы немецкая, чуть позднее – националь. Построен дом в стиле модерн. Георгий Демби занимался добычей морепродуктов, развивал свой бизнес как в Приморье, так и на Сахалине. Он был женат на Японке, всего в семье было пятеро детей. Семья Демби жила в основном на Сахалине, но и во Владивосток тоже приезжала. После окончания русско-японской войны, когда готовящийся к подписанию мирный договор грозил переделом территории морского промысла, Георг Демби отправился в Париж, где добился приема у министра иностранных дел Сергея Витте и был включен в группу, которая готовила это самое мирное соглашение. Присутствовал он и в Портсмуте, где мирный договор был подписан. Демби попытался отстоять Южно-Сахалинский промысловый район, но безуспешно. Тогда семья стала развивать лов на Камчатке. Дом Демби был построен в 1907 году под гостиницу «Немецкая». В 1914 она была переименована. После 1918 года гостиница была реквизирована военными. Там размещались в разные годы и при разных властях штабы и Колчаковского, Преамурского военного округа и Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Дом по адресу Океанский проспект 18, ныне здесь Сбербанк, удивляет своим внешним видом и гостей, и коренных жителей Владивостока. Эффектный первый этаж и совершенно унылый второй и третий. А разгадка этого архитектурного казуса в истории здания. На этом участке Китайской улицы находились подворья, принадлежащие семье Черепановых. Николай Петрович Черепанов был первым окружным судьей во Владивостоке. Его уважали, но в 1890-м он получил назначение в другой город и уехал. В марте 1905 года сестра Николая Черепанова Лариса прислала письмо в городскую управу Владивостока, о котором сообщала, что хотела бы подарить городу этот участок земли вместе с домами, чтобы в одном была открыта школа имени брата, а второй сдавался, и эти доходы шли на нужды школы. 1 сентября 1906 года двуклассная женская школа имени Николая Черепанова начала свою жизнь. Позже, в сентябре 1909 года, вместо деревянного здания появилась каменная по проекту архитектора Гольденштетта. Здание школы было устроено по последнему слову техники. Масса света и воздуха, классы вместительны, и школа была оборудована всеми необходимыми удобствами. С установлением советской власти Черепановская школа была закрыта, а надстройку над зданием сделали в конце 30-х годов прошлого века. При надстройке зданий совершенно не учитывалась архитектура надстраиваемого здания, результатом чего явились два совершенно различных фасада, поставленных один на другой. На главном фасаде Черепановской школы сохранился памятный знак – картуш с растительным декором. Много лет в нем была пластина с надписью, что в этом здании была школа имени Черепанова. Позже, уже в начале нынешнего века, пластина была утрачена, поскольку она была бронзовой, а вот памятный знак остался. Первым ярким впечатлением для тех, кто прибыл во Владивосток поездом, станет здание железнодорожного вокзала. Одно из старейших и красивейших сооружений приморской столицы построено в древнерусском стиле. Владивостокский вокзал был заложен одновременно с железной дорогой в 1891 году, при непосредственном участии цесаревича Николая Александровича, будущего российского императора Николая II. Первое каменное здание отличалось почти аскетичной простотой и скромностью форм, но после появления в Москве в 1912 году Ярославского вокзала возникла мысль построить в конечных пунктах всех железных дорог, берущих начало в Москве, здание вокзала в традициях древней русской культуры, что символизировало бы единство и неделимость России. Эта идея была воплощена в жизнь во Владивостоке московским архитектором Шехтелем. Далее по Алиутской в сторону центра выделяются дома номер 17 и 19, в облике которых безошибочно угадывается стиль «Сталинский ампир». Это два здания с одним народным названием «Серая лошадь». В конце 1930-х годов в городе не было построек выше третьего-четвертого этажей, а эти – семи-восьмиэтажные. Учитывая высоту потолков в домах 3-5 метра, это были настоящие небоскребы Владивостока. На крыше дома номер 17 стоят четыре скульптуры, символизирующие единение народа и Красной армии – колхозницы, шахтера, красноармейца и летчицы. Одно здание было построено для работников Дальневосточной железной дороги, а второе – для офицеров и служащих НКВД, погранвойск и милиции. Происхождение народного названия «Серая лошадь» доподлинно неизвестно. По самой распространенной из версий, когда-то на крыше одного из домов стояла фигура лошади. Другая версия, что авторами названия были моряки, которые окрестили так изначально столовую, где они обмывали разные жизненные поводы. Она им якобы напоминала другую столовую, находившуюся в Кронштадте возле фортов «Красная горка» и «Серая лошадь». Завершим передачу истории доходного дома Скидельских. Леонтий Скидельский, можно сказать, был предпринимателем от бога. Капиталы династии Скидельских были главной движущей силой создания известных краепромышленных предприятий. Приехав во Владивосток в 1893 году, он вскоре сумел создать строительную компанию и занять ведущее положение в отрасли. Дом на Океанском проспекте 30 был доходным. На первом этаже там располагался магазин колониальных товаров, а выше – жилые помещения. В советское время там были сделаны коммунальные квартиры. Сегодня здесь находятся различные учреждения. Архитектура старого Владивостока удивляет разнообразием стилей. Православные часовни соседствуют с лютеранской кирхой. Некоторые каменные здания напоминают рыцарские замки романского стиля. Неменская готика соседствует с купеческими домами, построенными в стиле затейливого русского барокко. Особняки с элементами классицизма стоят напротив домов, в которых угадывается восточная архитектура. Попадаются из здания, лихо объединяющие несколько стилей сразу. В них живет дух старого города – города с большой историей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова